всем привет опять видео про honda про мою хондочку значит с которой я уже вместе как говорится 8 лет девятый год пошел honda служит верой и правдой все вот эти вот косички вот видите это все моих рук дело ну по разным обстоятельствам стекло немножко треснуто но сегодня видео у нас про то как я буду менять датчик коленвала почему назрела такая необходимость поменять датчик коленвала потому что я стал замечать примерно года три назад когда машина в жаркую погоду сейчас у нас на улице стоит теплая такая летняя погода на улице июнь вот на улице июнь и датчик коленвала который находится в районе ремня гарем нагревается ну то есть температура охлаждающей жидкости в норме машина не перегретая все в норме но все равно глохнет почему а потому что плохо охлаждается вернее сломан датчик коленвала он охлаждается так как положено но у него видимо там внутри и в самом датчике коленвала есть витки эти витки под воздействием температуры расширяются там внутри ну там сотые доли миллиметра и датчик перестает работать а что значит перестает работать датчик коленвала это значит исчезает управление двигателем то есть в какой момент подать искру а раз искры нету как машина поедет но она естественно и глохнет то есть я еду на у меня хлоп и заглохла вот такие вот дела поэтому это будет это все последствия то есть если я сейчас не сделаю это датчик коленвала хотя я уже несколько лет не делаю стала проявляться все чаще и чаще если вы сейчас не сделаю еще раз повторюсь то возможно нарушение в работе стартера потому что я же чаще заводить заводить стал я например еду в пробке останавливаюсь и чтобы не перегревался двигатель если смотрю на светофоре секунд 40-50 стоять надо я просто глушу и стою но я же чаще тогда кручу стартер потом сама коробка передач раз я раз я на у меня на ходу глохнет а там вариатор этот вариатор не срабатывает как положено она же заглохла вот замок зажигания и пошло и поехало то есть вплоть до того что подъемник электроподъемник стекла то есть я включаю на полную охлаждающую жидкость одни и включая на полную печку то есть на улице жара а я еще включаю печку чтобы машина лучше охлаждалась вы представляете на улице и так например 25-30 а я еще печку врубаю для этого открываю стекло чтобы это жара вся выходила на улицу ну вот так вот видите вот такие вот нюансы бывают дальше вы скажете машину надо менять ну вы ах машину поменять наше время не так то просто и причем менять вилку на бутылку тем более что датчик коленвала у меня есть сейчас я вам покажу вот он сам датчик коленвала вернее коробочка от него я его купил в прошлом году какой-то он немецкой фирмы как мне сказали за 1750 это примерно год назад вот это я еще его по дешевке взял потому что бушные датчики стоят дороже чем вот этот вот немецкой фирмы можно конечно заменить датчик коленвала без ямы но это будет намного сложнее поэтому первым делом я сейчас установлю как мне нужно автомобильная яма яма есть она вот она вот так далеко установлю ну и буду разбирать вывешиваем переднее правое колесо на домкрате и потом естественно тут что-то подставить чтобы подстраховать машину потому что домкрат он есть домкрат ну прежде чем и крутить вернее прежде чем вывешивать нужно ослабить вот эти четыре футерные гайки ослабил для того чтобы легче было потом откручивать колесо поднято заодно посмотрю тут мне стойки делали вроде пока не текут колесо тоже подложим под низ для страховочки ну и при опустим вот сейчас машина лежит на чурке на домкрате и страхует ее еще колесо вот наше место то есть вот этот вот шкив нам надо будет снимать чтобы подвезть к датчику коленвала дача коленвала вон он виднеется вот он вот но его вытащить не так то просто сейчас мне нужно будет этот шкив коленвала ослабить специальным ключом вот он ключ но он немножко не подходит раз он не подходит мне нужно повернуть коленвала немножечко на другой угол вот он видите вот он встал видите вот этот спец ключ стоит внутри шестигранника а я вот такой вот конструкция сейчас буду поворачивать болт отворачивать который держит этот шкив на коленвала ну что через длинное плечо вот через это вот вот через это длинное плечо ничего мне не получилось пришлось одеть по минимуму то есть головка и сразу вороток и снизу вот отсюда снизу толкнул ногой тогда этот болт пошел до конца сейчас его пока не буду отворачивать надо еще ремень снять поэтому вот так вот он спецключ только нужен в двух моментах для вот такого-то откручивания и потом для затяжки пока его кладем в сторону перед тем как снять шкив надо снять ремень ослабить его и снять натяжителем этого ремня служит генератор то есть сюда посмотрим вот он генератор там вот сзади барашек вот я подал свет сюда вот видите вот этот вот этот вот барашек снизу шестигранник на 12 вот и мы производится натяжка чтобы сейчас натяжку эту убрать надо отпустить на генераторе этот верхний болт и там еще внизу держится один болт который сам генератор а ну да тот который работает с этим с барашком с этим верхний был отпускаю его ключом на 14 возможно даже придется снять этот генератор не знаю еще пока отпускаю нижний болт болт натяжителя вот он он на 12 опа то есть верхний вот этот барашек дает барашек и нижний это одним ключом пока для разбора автомобиля использовал только три ключа 19 12 и 14 так ремень я сразу смотрю как одет ремень то есть он где тот на большой шкив на малышке в генератора и на шкив кондиционера рукой тяжело его поэтому покручу я без камеры вот этот болт вот видите как выглядит конструкция то есть домкрат держит и чурка чтобы не дай бог не свалилась мне на голову нижний болт отпущен верхний отпущен ну и отворачиваем этот барашек хоть там и под руку сделано но рукой крутить нереально крутить придется ключом причем очень стесненных условиях все ремень снят то есть я вот этот барашек открутил ну будем снимать теперь шкив вот он болт от шкива шкив держится достаточно неплотно вот он сам шкив сторонку нам нужно будет датчик коленвала не знаю получится не получится у меня оттянуть вот этот кожух пластиковый вот этот вот и вот этот датчик заменить все будем пробовать иначе разбирать весь ремень грм как-то не хотелось бы для того чтобы оттянуть кожух вот этот мне нужно ослабить вернее открутить раз два по три четыре болта головкой на 6 тебя будем пробовать да маленьким ключом тяжело подлезть сорвать вернее большим тяжело подлезть наоборот вот четыре болта я открутил видите чё дело оп вон он там виднеется вот он датчик коленвала вот как подлезть его и открутить это проблема но надо ее все таки попробовать решить потому что снимать ремень грм как-то вот слишком трудозатратно вот он этот датчик так у нас что тут надо посмотреть вот там на самом верху рука в одной фонарик другой камера на самом верху нужно открутить еще один болтик на 6 и наверное вот этот кожух снимется ну все открутил пять болтов пробуем снимать ну во всяком случае пусть я ее даже не сдернул эту крышку блин подвес некуда но отодвинул теперь вот этот болт вот блестящий датчика коленвала можно легко подобраться и заменить датчика коленвала что мы сейчас попробуем сделать трещоточка маленькая не залезет рука не залазит туда куда хотелось бы тень падает снимать открутили вернее не открутили сорвали ну-ка пробуем пробуем вручную теперь вот он вот он болтик который держит датчик коленвала сейчас уже можно наверно его оп вот он сам датчик вот он сейчас отстегнем разъем не могу отстегнуть просто так вот он датчик тут грязи на нем куча но сниматься он пока не хочет все снял я его вот он датчик в руке вот разъем сейчас пойдем сравнивать датчик с тем что я купил сейчас помою датчик чтобы он был более менее чистый ну вот он вот для сравнения значит помыл я этот датчик который стоял на коленвалу у меня а вот этот датчик видите я его еще до сих пор не распечатывал это новый сейчас я его распечатаю и мы их сравним да кстати вот эта вот резиночка это в месте где датчик через кожух защитные ремня ГРМ проходит через пластиковый кожух вот сюда вот он входит этот кожух для того чтобы вот эта грязь вот видите с этой стороны грязь есть с этой нету это внутри чтобы эта грязь не проникала туда к ремню ГРМ ремень ГРМ кстати чистый который вы сейчас видели на видео ну вот так он выглядит ну распечатываем новый так внешний вид внешний вид вот новый датчик вот этот старый ну по всем параметрам абсолютно одинаковый только вот на старом датчике здесь вот на родном видите это надписи здесь нет надписей так вот давайте посмотрим вот ну на новом здесь вот какие то надписи но он не родной не хондовский и я смотрю у него немножко вот этот вот овал то есть не круглое отверстие здесь тоже не круглое но мне кажется вот этот чуть побольше да зрение меня не обмануло вот этот вот вот этот вот разрезик или как вот этот проточка на полмиллиметра по овалу больше чем вот это то есть у нового датчика больше то есть больше есть возможность регулировать его туда сюда не вперед назад тут он можно сказать стационарный сайт именно выше ниже ну я думаю это сильно не пригодится и интересно мне замерить вот эти вот так здесь у нас получается 7 и 9 здесь 7 и 7 то есть на три десятки вот этот вот штырек это он для фиксации вот этот штырек меньше у нового датчика значит отверстие больше штырек меньше то есть чтобы можно было туда сюда вводить новый датчик просто тупо ставлю его одевая вот этот переходник или как уплотнение резиновое ну и пойдем ставить смотрите какая красота пока я в гараже сижу все пропускаю летний дождь летний дождь вот я опять под своим автомобилем устанавливаю датчик коленвала на место так так вроде бы установил я имею ввиду фишку разъем так на месте смотрите пытаемся ставить теперь сам датчик на место ну блин ну никуда рукой не подлезть так под прокладку его здесь вот вот видите никуда руку не засунуть вот так вот что ли вот под эту прокладку крышки сейчас надо прикрутить болтик которым он держится ремень в отличнейшем состоянии смотрю на него так теперь подтянем я думаю ньютон 8-10 хватит все теперь надо вот эту крышку клапанов засадить на место и чтобы вот резиновая прокладка была тоже на месте ну как-то вот так у меня даже получилось я думаю ну-ка заглянем теперь думаю все стоит на месте теперь надо прикручивать на место вот эти пять болтиков и все начну вот с этого нижнего следующий очень неудобное место вот это вот для заворачивания конкретно я его потому что не вижу все на ощупь ну вроде как затравил ну и так далее то как приспособиться ну вот наживил я 4 болта вот здесь вот один второй плохо видно третий и вот там внизу четвертый а вот пятый наверху вот он ну такой неудобный тут нигде не подлезть но придется потихонечку потихонечку крутить вот видите один нюанс оказывается болты которые крепят крышку ремня грем разные по высоте я вот этот начал крутить и он как раз вот на эту высоту не стал заходить дай бог чтоб не тот верхний был а он может быть как раз и есть тот самый по высоте все кожух на месте этот длинный болтик который вот один из пяти вот один два еще раз покажу три четыре и там наверху пять вот длинный там на самом верху все датчик установлен вот она его проводка сейчас буду ставить шкив на место ремень ну и все я думаю замена произошла вот он шкив сейчас я его буду ставить на место вот этим шестигранником наружу тяжелый вот так-то одной рукой не получится поменял я дислокацию оп и сразу и сразу все встало вот так вот где тут болт то есть снизу когда держал шкив не пошел а вот отсюда сбоку самый раз ну ё-моё болт еще затравить не могу хоп пошел теперь затяжку надо произвести вот я поставил ключ упер его вот сюда в поперечную тягу и сейчас подтянул сначала при помощи вот этих удлинителей а теперь вот так вот укорочу ну все шкив затянут опа вытаскиваю свой спец ключ видите как я его наделал по сравнению с прошлым видео он у меня был хлипенький а теперь вот такие усиления сделаны вот теперь он очень мощный хороший теперь моя задача одеть на место ремень который крутит кондиционер и генератор легко зашел вот на эти три шкива этот этот и сверху сейчас покажу шкивчик вот он шкив вот он осталось мне вот тем барашком который в начале видео я откручивал генератор подтягивать закручивать его сначала вручную вот потом при помощи ключа на 12 потом закрутить вот эти вот этот болт и нижний и все и датчик коленвала поменен да ребятки больше всего вот сегодня в ремонте то есть замене датчика коленвала я провозился вот с этим вот болтом вот с этим барашком то есть если есть возможность в следующий раз я наверное буду разбирать спилю обязательно этот барашек чтобы можно было просто одевать шестигранник на 12 и трещоточкой крутить потому что ну так долго сначала откручивал теперь закручиваю вот вроде бы как натяну наверное еще подтяну чуть-чуть что-то мне не совсем нравится натяжка ремень натянут вот смотрите примерно прогиб посредине полтора два сантиметра ну если будет плохая зарядка возьму еще подтяну сейчас затягивают вот эти болты так верхний затянут теперь нижний болт на 12 вот он этот болт снимать с другого ракурса крайне неудобно затягиваю затягиваю датчик коленвала поменен находится он вот здесь за этим шкивом вот с этой стороны если на шкив смотреть справа натяжитель 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 ремня вот этого который крутит генератор и кондиционер тоже натянут как то может даже и маловато ну ладно посмотрим все осталось одеть колесо все машина на колесах ну и все пробный запуск первый запуск после замены датчика коленвала включаем все человек потух значит он определил этот датчик ку-ку ку-ку сейчас в самый раз можно подвести итог этого видеоролика казалось бы итог неутешительный то есть машина не заработала да это так он неутешительный конкретно для меня он очень даже неутешительный получается я год назад когда готовился к замене этого датчика коленвала купил бракованный датчик ну кто ж тогда мог знать что он бракованный или что-то с ним не так тем более с виду он был целый сопротивление я померил ну немножко отличалось у них всегда немножко отличаются теперь из моего зато теперь из моего опыта для всех зрителей этого ролика и подписчиков моего канала станет понятно как заменить датчик положение коленчатого вала конкретно на автомобиле honda civic с двигателем d17a и одновременно станет понятно не стоит гоняться за дешевизной в итоге покупка датчика сомнительной фирмы в данном случае quattro фрейн или фрейни сказали что это какая-то немецкая фирма может привести к тому что в итоге работа будет сделано время потрачено деньги потрачены а вот как говорится и ныне там автомобиль не заводится получается это видео как наглядное пособие к тому же это видео пособие для того чтобы люди поняли что нужно все таки стараться по возможности покупать оригинал оригинал может быть даже где-то с авторазбора в итоге конечно автомобиль я завел справился с этой проблемой как я с ней справился это уже конечно другое видео друг другое другая тема поэтому если кому-то понравилось это видео пишите комментарий если кому-то будет интересно я обязательно сниму продолжение этого видео и расскажу как я вышел из положения ну купив новый датчик затратив деньги и в итоге получил ноль установил я на место старый датчик сейчас пробуем заводить вот пожалуйста старый видите как работает и как это вот